Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Это быстрый апдейт по ситуации. Биткоин у нас с вами пробивает ключевое сопротивление 27600, о котором мы писали в нашем телеграм-канале. Проверьте, подписаны ли вы на него. И по всей видимости мы имеем дело с аккумуляцией вайкова, которая у нас уже происходит год, ребята. Год в аккумуляции вайкова, из которой мы выходим, и цели это all-time high и выше. Может вы будете смеяться, но это так. Если вы тоже криптоэнтузиаст, обязательно ставьте лайк и проверяйте, подписаны ли вы на наш канал. Наш канал тоже пробил сопротивление в 96000 подписчиков, за что вам большое-большое спасибо, ребята. Что происходит сейчас и что лично я буду делать? Ну, смотрите, поскольку мы пробили этот блок сопротивления, у нас с вами никаких здесь тревожных сигналов нету, я буду дальше ждать своих целей, ближайших тейков как трейдер. Это, я не знаю, 29-32 тысячи, вот куда-то туда. Это будут мои ближайшие тейки для разгрузки позиций. И, кстати говоря, про позиции, ребята. Если вы замучились с KYC, с объяснением происхождения ваших средств и с другими трудностями, попробуйте биржу Bitflex. Это новая биржа, здесь таких проблем нету и долго еще не будет точно. Здесь, в принципе, уже немало торговых пар. Смотрите, биток, эфир, BNB и какие-то альткоины популярные. И можно тоже очень удобно быстро торговать. Так что проверьте, ссылочка в описании, зарегистрировались ли вы на новой прекрасной бирже Bitflex. Я здесь держу сейчас лонг по битку и по эфиру в хорошем плюсе. Думаю, скоро тоже начну разгружать, потому что счет, в принципе, уже удвоился. Вот даже сейчас, если я закрою по битку часть лонга, скажем, 10%, я заберу хороший профит. И по эфиру тоже можно сделать так, закрыть какую-то часть лонга. Это надо не забывать делать, друзья, разгружаться. На Bybit, касаемо моих сделок, я разгрузил часть Bitdao, поскольку мне не понравилось, как он начал падать. Сейчас я снова его догружаю, поскольку вижу общий отскок. Я думаю, у Bitdao очень хороший потенциал, но перед этим всех, кто торгует с плечом, касается... Будьте осторожны, могут смыть на самом деле, могут еще разлоками додавить цену и смыть маржинальщиков. Но по другим всем парам я вижу очень хороший импульс. Биткоин вообще радует, посмотрите, как двигается хорошо, пробивает локальное сопротивление. Я думаю, что да, будем ближайшие разгрузки делать и хеджевые шарты где-то вот в этой зоне. Возможно, даже в красной зоне будут разгрузки, да, предыдущий локальный хай 30 тысяч. А хеджевые шарты, я думаю, будут уже, ребята, выше 30 тысяч, может быть, ближе к 40. Посмотрим. По эфиру тоже и по лайткоину держу лонги, по дэшу держу лонг, кстати. Эфир, посмотрите, тоже пошел, но эфир еще, кстати, не пробил сопротивление в тысячу... Ну вот он сейчас его пробивает, 1850. По дэшу тоже держу лонг. Дэш еще даже не подошел к этому сопротивлению, это у него 44-45. Так что все выглядит очень интересно и похоже на продолжение тренда. Ребята, но не забывайте забирать профиты. Напоминаю, что альткоины сейчас супер просто мега дико вообще перепроданы. И если вы хотите лонгануть именно альткоины к биткоину, или альткоины к какому-нибудь бинанскоину, я не знаю, к другому альткоину, то на Femix в маржине сейчас можно это делать с нулевой комиссией абсолютно. Вот я на Femix набираю маржин портфель, он уже вырос на 500 баксов за несколько дней в третьем, в четвертом плече. Ссылка на Femix тоже в описании. Нулевые комиссии на заимствование любой крипты. То есть смотрите, вы даже если хотите просто купить альткоин портфель, и понимаете, что у вас там деньги появятся через месяц, вы можете занять здесь USDT под 0%, купить альткоины и потом погасить свой долг. Очень крутая опция. Поэтому в сухом остатке не забываем ставить тейки, ребята, ставить лайки. Всем профитроли, спасибо, что посмотрели этот выпуск. Я думаю, биткоин будет расти и локально, и глобально. Но не забывайте о том, что вот у нас есть сопротивление. Посмотрите, по дэшу оно вот здесь. По биткоину мы уже, в принципе, подходим к нему. Нисходящее сопротивление. Мы его, в принципе, пробили, кстати. По биткоину мы его пробили, но тут оно немного неоднозначное. По закрытиям. На самом деле вот оно. Вот оно. И когда мы будем в районе 28, 500 где-то, вот здесь вот уже будет решающее движение. Если мы пробиваем его со свистом, то все, я думаю, на 30 тысячах не остановимся. Но дисклеймер, не финансовый совет. Все ссылки в описании. Всем профитроли. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. И до следующего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok